Привет, друзья! С вами канал Деньги в Интернете. Я обещал записать видео по тизерной рекламе, по тому, как с ней работать, запустить свою рекламную кампанию. Ну что, начнем? Мы переходим в тизер медиа, регистрируемся, заходим под рекламодателем, в список кампаний и нажимаем добавить кампанию. Пишем название. Я буду сегодня лить немного трафика на мобильные подписки, так и называем подписки. Это значение не имеет, просто чтобы различать разные рекламные кампании. Рекламная ссылка. Ссылка, которая будет ввести на рекламируемый сайт. Берем ее из нашей партнерки. Вы можете брать и своей партнерки. Будем использовать новости. Прямую ссылочку. Вставляем, выбираем тематику. Новости в данном случае сохраняем. Теперь нажимаем настройки. География показов. Выбираем только Российскую Федерацию. Расписание особо значения не имеет. Браузеры. Выбираем только мобильный. Активируем таргетинг по мобильным операторам. Берем только Теледва, МТС и Мегафон. Выкупаемые категории. Оставляем заработок в интернете. Интернет-АйТи. Можно соцсети. Новости СМИ. Наука образования. Сайты о себе и блоги. Но еще можно доски объявлений. Система оплаты здесь аукционная. Чем больше вы ставите ставку, тем быстрее открутится тизер. Ставка пусть задана 1,03. Здесь указываем ограничения по бюджету. Допустим на вашем балансе лежит 500 рублей. Если вы поставите сюда 250 ограничения, то эти 500 рублей расходуются в течение двух рекламных дней. Можно также ограничить общий бюджет компании. Если у вас 2000 рублей лежит, но вы хотите потратить только 1000 рублей на мобильные подписки в нашем случае, то пишите там определенную сумму, и она только спишется с баланса. Остаток же не будет задействован. Здесь можем указать в черный список площадок. Ну, то есть площадки, с которых мы не хотим получать трафик на нашу партнерку. Это уже в будущем можете отследить, с каких сайтов идет больше конверсий. Потому что на некоторых сайтах стоят боты. Они просто скликивают тизеры и сливают ваш рекламный бюджет. Поэтому стоит отслеживать такие сайты и добавлять их в черный список. Тем самым исключая показ нашей рекламы. Нажимаем применить и сохранить. Скорее всего некоторые опции вам будут недоступны. Для их получения просто обратитесь в службу поддержки данной сети. Таргетинг настроен, категории выбраны. Теперь самое главное. Загружаем тизеры. Здесь можно загрузить тизер с редактированием и обыкновенный тизер. Давайте попробуем с редактированием. Напишем трамп, картинки. В нашем случае тизеры не требуют особой уникальности. Главное просто получить мобильный трафик. Ну и выберем какую-нибудь интересную картинку. Вот эту допустим. Сохраняем ее. Заходим в тизерную сеть. Нажимаем добавить тизер с редактированием. Теперь нажимаем на вот это вот окошечко. И выбираем наш тизер. Теперь просто обрезаем как нам нужно. Сохраняем. Идет обработка тизера. Можем открыть дополнительные настройки. Здесь указать цену рекламируемого товара или услуги. Она будет на некоторых сайтах отображаться под тизером. Или же сверху него. Также можем добавить статус. Акция. Гифт. Хит. Нью. Подарок. Скидка. Ну разные в общем статусы. Они тоже добавляются рядом с тизерами. Но как правило не особо по таким тизерам кликают. Осознавая сразу что это реклама. Рекламный домен ставим по желанию. Главное что нам нужно указать это заголовок и текст тизера. Например. Трамп побеждает. Текст тизера. Ну и пишем вот такой вот текст. Трамп скоро победит на выборах и нападет на Россию. Сохраняем. Теперь видим да. Наш тизер в такой желтой рамочке он проходит модерацию. Модерирует достаточно быстро. Поэтому сразу же добавляем следующий тизер. Уже что-нибудь другое. Сохраняем картинку. Добавляем с редактированием. Така чтож. Иван. Все. Продолжение следует... Ну, можно вот так вот написать. Сохраняем. Обновляем. Видим, подгрузился уже тизер. Давайте немного подождем модерации. Вот пока ходил себе за кефиром, одобрили наши тизеры. Давайте обновим страничку еще раз. Показы еще не начались, но тизеры уже активны. Сейчас вам покажу еще более простой способ добавления тизеров в эту сеть, чтобы не пришлось даже их искать в тех же Google картинках или Яндекс. Мы нажимаем «Выбрать тизер» и выбираем что-нибудь из этого. Я возьму «Паспорта», «Заголовок». Да, вот такую делаем замануху, тизер, заголовок, текст тизера. Давайте попробуем добавить статус. Новинка. Ну и нажимаем «Добавить». Видим, что уже пошли просмотры на этих тизерах. Кликов пока что не было. Этот отправлен на модерацию. Также сюда можно добавлять гиф-тизеры, то есть с анимацией. Они привлекают больше внимания, по ним чаще кликают. Эта наша рекламная кампания будет отображаться в списке кампаний. Здесь можем отследить количество активных тизеров и всего тизеров. Здесь «Таргетинги». Посмотреть статистику. Стоит отметить, если мы разместим счетчик действий, мы получим 3% на рекламу. Дополнительный такой бонус от системы. Если вы передумали ввести данную рекламную кампанию, вы можете либо архивировать ее, либо просто удалить. Также можете приостановить временно. Нажимаете «Приостановить». Она исчезла из статуса «Активные» и появилась в «Приостановленных». Нажимаем «Запустить» и снова она в «Активных». И идут показы. В принципе на этом все. С вами был канал «Деньги в интернете». До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok